Всем привет, вы на канале Team Energy. Сегодня у нас будет такой необычный ролик. Сегодня мы будем говорить о испарителе на Pasito 2 и на Aegis Boost. На Pasito у нас стоит испаритель, которому уже 2 месяца. Там нет Гарика, но там уже пошел какой-то вкус металла просто уже. Ну, парить, правда, уже очень-очень тяжело. Поэтому здесь необходимо попробовать его сварить. А на Booste же у нас, вот он, испарик этот, ему 1 месяц, Гарика нету, но он начал плеваться. Ну, то есть, я не знаю, поможет ли это как-то или нет, мы просто попробуем как-то, почему бы нет. Пожертвуем испарителям. Я когда покупал, у меня в комплекте их было 5, поэтому у меня еще есть, если что, не жалко будет его. Вот, давайте попробуем как на Pasito. 50, давайте, ватт, испаритель на 0,3 Ома. Уже все, уже просто прям вкус какого-то металла такой, знаете. Поэтому сейчас попробуем их сварить. Видите, я это делал уже не раз, но я делал это очень давно, я не помню, какие испарители я варил. На Санте, я помню, варил, еще на что-то. И проверим, получится ли избежать у нас вкуса этого металла, да, и плевков на вот этом испарике. Вот, а Егис Буста. Сейчас я покажу, что мы будем делать. Так, ну, для начала просто моем испаритель под холодной водой. Вот, вот так вот его. Все, помыли. Следующий испаритель. Так, мы поставили воду на плиту. Можно уже бросать испарителя, потому что вода уже, ну, более-менее нагрелась. Кинули один, кинули второй. Вот, и сейчас добавим чуть-чуть лимонной кислоты. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть вот так вот туда на испарике. Все добавили, и сейчас это нужно все перемешать. Все, чуть-чуть просто помешаем и просто ждем потом, пока вода закипит. Если что, помешивать не обязательно. Это просто, чтобы лимонная кислота растворилась. Все, а так стоять возле плиты мешать не обязательно. Уже видим, вон, испарик у нас какой стал белый. Но это пока еще просто из-за того, что мы помыли его под водой. Ну, в общем, потом включусь. Вот, начало закипать уже очень много пара. Вот. Но это еще пока не сильно кипит. Итак, ждем примерно, ну, ой-ой-ой, камера как запотевает. Ждем, наверное, минут пять. Ну, можно сказать, пока и вода не испарится, короче. То есть, вот пока ждем еще, пусть кипит. Многие могут спросить, для чего это вообще делается. То есть, когда мы кипятим наши испарители, соответственно, вся гарь, которая там есть, она, ну, как бы очищается. Да, то есть, если сейчас паникует кастрюлю, то там воняет уже, ну, такой гарю. Я не знаю, возможно, это просто кастрюля подгорела. А, возможно, ну, действительно, от испарителей. Ну, мы проверим этот лайфхак, так сказать. Действительно, он работает. Станет ли вкус намного лучше. Вот. И потом где-нибудь, возможно, у меня нет телеграм-канала, но, возможно, я его создам. И там напишу, насколько мне хватило этого испарика. Поэтому ссылка на телеграм будет, скорее всего, в описании. Я создам его специально для этого эксперимента. Ну, и, соответственно, потом буду что-то там еще укладывать. То есть, сейчас у нас уже, сейчас у нас уже вода закипает. Еще ждем минуты три, наверное, и можно будет выключать. Затем нам нужно будет промыть их под холодной водой и оставить сушиться. В общем, я думаю, что можно выключать. Мы выключаем и ждем пока еще вот так они пусть покипят, наверное, ну, минутку. То есть, и все, и будем доставать их. В общем, давайте доставать наши испарики. Вот, все. Они очень горячие. Смотрите, какие белые. Сейчас мы их помоем под, ну, такой, более-менее холодной водой. В общем, поставил я их на балкон. Пусть здесь сушатся. И я сделал ошибку. Я не показал, какие они были до. То есть, сейчас вот можете посмотреть. Я включу вспышку. Вот так он выглядит внутри. Ну, более-менее чистая вата. Ну, в общем, будем пробовать. Пусть сохнут. Вообще, желательно, чтобы сутки прошли хотя бы. Но я подожду, наверное, около часа, может быть, два часа. И поэтому пусть пока подсыхают. В общем, наши испарики подсохли. Вот у нас испаритель на Eger Boost. В этом ролике мы его не будем проверять. Мы его проверим в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Только сегодня решил, чтобы создавать телеграм-канал. Так, это картридж мы тоже промыли. Так, вот у нас испаритель на Посито второй. Сейчас мы его пропитаем жижей и будем пробовать. Закручиваем коннектор. И пропитываем сейчас жижей. Жижей у нас Bleach Sauce. Со вкусом замороженный йогурт с ягодами. А, так. И просто вот этот вкус. Кажись, его еще раз мне придется. Напитываем каждые вот эти вот, как их называют, забыл. Вот эти вот протоки. Протоки под вату, вот их мы капаем туда. Так, ну, в принципе, все. Теперь засовываем его в наш бочонок. И заправляем жижу в сам бак. В общем, заправили немного жижи, но для проверки нам этого хватит. Сейчас ждем, пусть пропитается минуты три хотя бы. И я вам покажу, что нужно делать дальше. Потому что это еще не все. То есть, еще предстоит проделать некоторый ряд действий. Так, ну, думаю, все пропиталось. Сейчас нам нужно сделать холостые затяжки. Я их так называю. Вот, все. Best power 5065 ватт. Что такое холостые затяжки? Это вот это. Промагу. Не знаю, зачем. Так нужно делать. В общем, так нужно делать. Просто зачем, просто сделайте так. Хотя бы, ну, затяжек 10-15. Я сделал чуть больше. И сейчас, не пугайтесь. Сейчас будет страшно. Я когда только так делал, я очень сильно боялся. Так. Ну, сначала, думаю, 45 ватт. Сильно, сразу не будем так жарить. 45 ватт. Слушайте звук. Пара вообще нет. Это нормально. Это нормально. Нам нужно сделать тоже вот, наверное, 10-15 вот таких вот затяжек, да, и тогда все будет нормально. Но не нужно вот так вот. Так не делать это, а то вы сожгете из парик. По секунде, по полторы секунде. Вот делаем такие затяжки. И все, и все будет нормально. Сейчас я это сделаю. В общем, сделали 10-15 таких затяжек. Оставьте его еще на минут 5. Пусть лучше пропитается. А то вот пока я так делал, я уже парик не хотел, честный слов. Уже реально, уже накурился, если честно. Ну, все, после того, как вот мы сделали там 10-15 затяжек, мы его оставили еще раз, пусть пропитывается, там все высыхает. Через минут 5 мы его опять распориваем, и все. Это завершающий там. Возможно, кажется, что все сложно, сколько много действий, но можете делать по-своему. Главное просто их сварить, высушить, и все. То есть хотите, делайте вот эти 15 затяжек холостые, не холостые, как хотите. Я просто проверяю лайфхак. То есть я не говорю вам, как правильно варить. То есть я просто проверяю вот этот вот лайфхак. Но я чувствую вкус. И я не чувствую вкуса металла. Это хорошо. Ну, в принципе, все. Мы его раскурили. Я чувствую отчетливый вкус лесных ягод, замороженных. А, там, обычные ягоды, но не в суть. Короче, я чувствую йогурт с ягодами. В общем, когда я покупал посито, не этот посито, я покупал другой посито, с магаза. Прям вот новый-новый. И купил вот эту жижу. Именно вот эту вот. Вот это надо есть. Я заправил. Вкус был точно такой. Вот серьезно. Как на новом испарителе. Все нормально парит. Если вы думаете, что мало пара, его будет больше. Сейчас просто до конца испаритель этот подсохнет. И все будет. Главное, есть вкус. Не знаю. Ну, мне это самое главное. То есть, мне не важно, сколько там пара. Если делать затяжку побольше, будет, конечно, много пара. А так 50 ватт я просто не привык. Не привык. Вот у меня сейчас на ЕГИ все 34 ватт. И все. Я больше и не парю, в принципе. А тут 50. Ну. Работает ли этот лайфхак или нет? Определенно, да. Я чувствую очень хорошо вкус. Прям как новый испарик. Посмотрим, сколько он продержится. Переходите в мой телеграм-канал. Там я покажу, как он будет наваливать, когда уже полностью испарик подсохнет. Также расскажу, какой вкус на бусте. И все такое. Поэтому ссылка будет в описании на телеграм-канал. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.